Знакомьтесь, это мы! Вы давно хотели познакомиться с нами, но не было возможности. Мы решили не быть сапожниками без сапог и приготовили для вас сюрприз. Цикл программ о работниках телекомпании «Луч» – талантливых и смелых, остроумных и искренних, ответственных и находчивых. Наши сотрудники расскажут вам о своих принципах, похвастаются увлечениями, откроют тайны мастерства. Героиня нашей сегодняшней программы – сдержанная и немногословная Яна Слобачук. Сейчас Яна – главный выпускающий. Под ее руководством трудятся три человека, которые отвечают за выход программ в эфир. Год назад она сама так начинала. Этот отдел – один из сложных на телекомпании. Его специалисты должны обладать решительностью, смекалкой, умением быстро реагировать и действовать без паники. Много людей хотят там работать. Яна – одна из немногих, у кого получилось. Одна из основных обязанностей – наполнение эфира и составление программы передач. А здесь уже надо применять и знание, и интуицию, и понимать, что хочет видеть зритель. У Яны высшее образование, связанное с математикой. А вот работу она выбрала совсем в другой сфере – творческой. Ян, расскажи, пожалуйста, как в твоей жизни появился телеканал «Луч»? Ну, это произошло очень просто, обыкновенно. По телеканалу «Луч» бежала бегущая строка, требовался выпускающий. Ну, я подумала, решила позвонить, рискнуть. Пришла на собеседование, прошла его. И все, я появилась тут. Еще с детства, еще со школы я мечтала, конечно, связать свою жизнь с телеканалом. С любым. Ну, так как у нас есть ТРК «Луч» свой в красном луче, то хотелось бы, конечно. Ну, так оно и получилось. А вот расскажи, если ты мечтала жизнь связать с телевидением, почему выбрала специальность такую математическую? Ну, это больше, наверное, для души. Мне очень нравится математика. И нравилась, и нравится, и будет нравиться. И просто получаю от этого удовольствие. А тебе по жизни как-то помогает математика? Твои знания, твои наработки? Конечно. Вот, не знаю, может быть, не поверят, но на самом деле даже когда борщи варишь, все равно подходишь к этому как-то математически. Рационально. Да. Это может даже помочь в ведении домашнего хозяйства, да? Конечно. У тебя есть какие-то определенные секреты? Или вот определенные какие-то принципы, чем ты руководствуешься? Секреты, конечно, есть, но я о них рассказать не буду. Ну, а так вообще, я думаю, это должна знать каждая женщина, и у нее есть свои для этого секреты и особенности. Да, может быть, еще, тем более, когда ты в этом живешь, это для тебя привычно, да, и обычно, и так вот, так надо. Вот еще хочу спросить. Ты настолько спокойна и уверена себе даже в стрессовых ситуациях, которые иногда бывают у нас на телекомпании, что смотрю на тебя и удивляюсь. Раскрой свой секрет спокойствия. Как у тебя получается вот так себя вести? Наверное, это заслуга моих родителей. Они меня вот постоянно поддерживали, успокаивали. Бабушка всегда говорила, что если ты будешь оценивать ситуацию трезвым разумом, то у тебя все будет получаться. И поэтому никогда не нужно впадать в панику. Ну, наверное, вот привыкла слушать ее, и так получается всегда теперь по жизни. Ян, а ты учишься у своих родных? Если вот они помогают тебя, поддерживают, да, и учат, как это, то ты поддерживаешь их вот так же? Конечно. Получается вот так помочь, объяснить, рассказать о чем-то? Да, но они меня не всегда слушают. А с чем это связано? Ну, наверное, с возрастом. Считают, что если младше, то недостаточно опыта. Да. Ну, я думаю, наверное, какого-то опыта у тебя достаточно, раз тебя наш коллектив принял и принял хорошо. Вот скажи, в чем, в чем эта заслуга? Чья эта заслуга? Ну, наверное, все это зависит от воспитания. А значит, это все от родителей опять-таки. Опять возвращаемся к родителям. Ну, это в первую очередь. А во-вторых, наверное, мне кажется, от коллектива это зависит. На ТРК «Луч» работают очень добрые, доброжелательные люди, и поэтому было бы удивительно, если бы мы не подружились. Ну, за время, которое ты тут работаешь, ну, чуть больше года, коллектив изменился. Люди уходят, приходят, меняется коллектив. Вот для тебя были ли какие-то изменения? Я не заметила никаких изменений конкретно. Ну, то есть атмосфера, можно сказать, остается прежней, да? Да. Какой же? Тебе комфортно в этой атмосфере? Да. Ну, так как я в коллективе достаточно недолго и посещаю его время от времени, но об этом человеке могу точно сказать, что это человек очень ответственный, который четко выполняет все, что ему надо. Я уверена, что этот человек никогда не опаздывает, что он всегда все делает вовремя. Поэтому однозначно этот человек в первую очередь вызывает уважение, потому что он полностью отдается работе. И, судя по тому, как она вот в коллективе себя ведет, этот человек всегда открытый, готовый окружающим помочь. Диана Солбачук. Красавица, спортсменка, комсомолка. Веселая, добрая, отзывчивая. Местами даже иногда похожа, знаешь, на кого? На героиню из интернов. Ну, подскажи, как она? Как-то вот... Наверное, Варя. На Варю, да, точно. Иногда, мне кажется, так, особенно, если она сейчас поменяла прическу, стрижку так стала, на Вареньку немножко похожа. Яна у нас помню. Она старается, у нее так все хорошо получается, потому что составить программу передач не каждый сможет. Настоящий руководитель над нами. По любым вопросам можно обращаться в любое время суток. Всегда ответит, всегда поможет, наставит и так далее. Добрый, искренний человек. Приятный человек в общении, и не просто приятный, а легко с ней, да, как бы в работе, в общении легко, и достаточно ответственный человек. Ян, ты главный выпускающий канала, есть еще три выпускающих. Как ты координируешь их работу, и сложно ли это тебе, и есть ли какие-то особенности в организации? Ну, мне кажется, что поорганизовывать людей нужно быть самому организованным. Ну, у меня это не вызывает проблем. По-моему, у меня мальчики вполне нормально воспринимают. Мы с ними не ссоримся. У нас все получается, все выходит вовремя. Люди не жалуются. Ну, иногда бывают, да, бывают технические какие-то недочеты, оплошности, но чаще всего они даже не с людьми связаны. Ну, так, в общем-то, это не сложная работа. Ну, у меня она не вызывает сложности. Ян, ты занимаешься программным планированием. Можно сказать, что ты эксперт по фильмам и передачам. Расскажи, пожалуйста, что нужно современному зрителю, что он смотрит. Наш телеканал, он ориентирован как на мужчин, так и на женщин, и на все возрастные категории. Поэтому нужно придерживаться не тому, кто что смотрит, а нужно расставлять в течение суток передачи так, чтобы они удовлетворяли каждого. Ну, там много есть своих особенностей и правил, я думаю, не стоит о них разговаривать. Наверное, какие-то комедии, какие-то мелодрамы, что-то более такое успокаивающее, расслабляющее. Ну, мы можем сказать, что мы, в первую очередь, ориентированы на позитив, правильно? Ну, допустим, у нас нет. Нет преувеличения в сторону каких-то боевиков, в сторону негативных событий, сообщений об этом и всего прочего. Я думаю, зритель тоже постепенно к этому приходит? Или нет? Или всё-таки хочется чего-то такого, сенсаций каких-то? Ну, я думаю, таких каналов хватает и так, где можно посмотреть всякие передачи, которые будоражат кровь. Ну, то есть, если это свой домашний, то хочется чего-то домашнего более, да? Да, научного, познавательного, успокаивающего. Ян, мы уже убедились в том, что ты мастерица. Ты не перестаешь нас удивлять своими нарядами, которые связала собственными руками. Откуда взялось вот такое творчество у тебя, это умение, это желание заниматься рукоделием? У меня мама. У меня мама мастерица. Она у меня шьёт и вяжет разными техниками, способами. Поэтому было бы удивительно, если бы я этим не занималась. Ну, а так это ещё со школьных лет, даже не со школьных. Я даже не помню, когда это произошло. Ну, а потом, что я нашла, вычитала, что она, обменивались. Как-то вот общая тема есть, общие интересы, и мы постараемся поддерживать это, раз нас связывает что-то. Мне интересно, ты только учишься у неё или ещё есть где-то дух соперничества, что вот хочется сделать что-то чуть-чуть лучше или более красивее, качественнее? Ну, это, конечно, тоже присутствует, но у нас, наверное, больше на данный момент идёт уже не я у неё учусь, а она у меня. Ну, так даже, да? Да. Она бывает звонит, говорит, приезжай, расскажешь мне то-то-то, я там не поняла что-то. Поэтому, ну, я не считаю маму соперником. Наоборот, надо, я помогу всегда. Ну, я уверена, это не единственное твоё хобби, ведь так? Да. А чем ты ещё занимаешься? Чему уделяешь время своей жизни? Вообще, увлечений очень много. Было, есть и будет, наверное, на протяжении всей жизни. Век живи, век учись. Ну, а конкретно последнее из моих занятий, это было редактирование фотографий. Ну, наверное, это связано с тем, что поменялся род деятельности. Я пришла сюда, тут много людей, которые этим занимаются, и мне стало тоже интересно это попробовать. Студенческие годы, я ногти наращивала. Ну, это искусство. Да. Это нужно не только быть технически подкованным, да, но и понимать, и сочетание цветов, и как это будет красиво, да, что можно применить. Да, мне больше нравилась художественная роспись именно. Ты часто упоминаешь семью. И мне интересно, твои родные настаивают на том, чтобы ты работала именно по специальности или нет? Нет. Мои родители, они придерживаются тому, если мне хорошо, то пускай мне будет хорошо. Ну, а я стараюсь в своей работе всё-таки каким-то образом применить свои способности, найти какие-то лёгкие пути решения проблем. Ну, я бы сказала, что на телеканале «Луч» я пользуюсь своими знаниями. Яська отличный вообще по жизни человек. Так же самое, как и помогает и дома всем родным, и мне помогает. В беде никогда никого не оставит. Да, характер, может, у неё и не добрый, как у всех. Ну, иногда мы с ней ругаемся. И тут же меряемся. Я вообще не понимаю, как можно родным людям долго в ссоре находиться. Школу закончила она с отличием. Так же самое, как и в Луганске училась в университете Володимира Даля. Хобби у неё она вяжет, готовит, любит. Успеха в работе, самое главное, в личной жизни побольше счастья, любви. Чтоб всегда везло ей, чтоб она бабушку, как и сейчас, слушалась и дальше так же слушалась. Чтоб она мне дальше так же само помогала, как и сейчас, не оставляла в беде. Что ещё? Чтоб в работе у неё успехи были, с коллективом, чтоб дружно находилась, чтоб везло ей. Ян, ты очень часто приводишь пример своих родных, свою семью. Мне интересно, а какой ты видишь свою будущую семью? Такой, в которой я жила. Наверное, для человека идеал семьи его. Это та семья, в которой он жил. Ну, там, допустим, если это парень, то он ищет девушку, похожую на его мать. Если это девушка, то она ищет парня, похожего на её отца. Вот, поэтому, мне кажется, все мы ищем тех, которые смогли бы продублировать ту атмосферу, в которой мы росли. Либо лучше. А что ты пожелаешь своим коллегам и зрителям? Мне хочется пожелать всем, наверное, побольше радостных мгновений, счастливых выходных, лёгких будней, лёгких рабочих будней, ну, чтобы всё у всех получалось. Спасибо тебе за беседу. Я желаю удачи в твоих начинаниях, в твоих проектах, в твоём творчестве. Спасибо. Сегодня наша программа была посвящена Яне Слобачук, главному выпускающему ТРК «Луч». Она сумела применить свои математические знания в творческой сфере. Её образование пошло на пользу ей и каналу. Вот такие люди у нас работают. Узнавайте больше из следующих программ цикла «Мы о нас». Мы познакомим вас с каждым, кто трудится для зрителя. У нас будет ещё много интересных проектов. Следите за нами в социальных сетях. Находите наши новостейные сюжеты на сайте луч.тв. Подписывайтесь на канал в YouTube. Мы это всё делаем для вас. Ну, всё, мы там всё. Как ты себя чувствуешь? Кое-то, всё, мы там всё. Продолжение следует...